Добрый день. Я продолжаю. Дело в том, что генетические факторы могут иметь очень большое значение в нарушениях репродукции. Это так называемые замершие беременности. В настоящее время в ЦИРе делаются генетические анализы, если произошло замирание беременности, остановка в развитии, и нередко выявляются нарушения генетические. Основной процент замирания беременности и генетические причины связан с хромосомными аномалиями. Это может быть случайность, как я говорила уже в первой беседе, что это может быть связано с мутациями, могут быть нарушения числовые или структурные хромосомы. Подавляющее большинство хромосомных нарушений при ранних замираниях связано с аномалиями количества хромосом. Наиболее распространенной, конечно, это трисомия по 21 хромосоме. Также бывают трисомии по 18 хромосоме, по 13 хромосоме, синдроме Паттау, синдрома Эдвардса. Это очень тяжелые хромосомные нарушения. 21 хромосома, она практически самая маленькая из аутосом. 13-18 хромосома более крупная. Чем крупнее хромосома, тем большее количество генетического материала поражено и тем более тяжелые поражения могут быть, и тем большая вероятность замирания такой беременности. К хромосомным нарушениям в первом триместре беременности, который приводит к остановке, также известны моносомии. Это отсутствие хромосомы, то есть полный набор не 46 хромосом, а 45. Подавляющее большинство моносомий не могут развиваться. И только одна форма, это отсутствие половой хромосомы и имеющий кариотип 45Х0 может развиваться и приводить к рождению ребенка. В частности, 45Х0 это только девочки. Синдром Шерешевского Тернера. Такие девочки даже могут жить, развиваться, даже могут иметь нормальный интеллект, но аномалии половых хромосом чаще всего приводят к бесплодию. И в частности, синдром Шерешевского Тернера или 45Х0. Другие хромосомные нарушения, которые известны, которые диагностируются, это полиплоидии. Полиплоидии это увеличение хромосомного набора, кратное гоплоидному. Гоплоидный это половинный набор хромосом, диплоидный это двойное, это нормальное, это такое, которое у каждого из нас. 46ХХ46ХУ это диплоидный набор. Гоплоидный, половинный набор содержит половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды. Полиплоидия это 69 хромосом или 92 хромосомы. Набор половых хромосом может быть разнообразный. 69ХХХ, 69ХХУ и 69ХХУ. Если все хромосомы Х, то это женский пол. Если хотя бы одна хромосома Y, это уже мужской пол. В полиплоидии, конечно, увеличение хромосомного набора, еще один лишний хромосомный набор, конечно, это несовместимо с жизнью. И, как правило, такие беременности, они заканчиваются остановкой в развитии. Хотя известны случаи рождения ребенка, но продолжительность жизни, она ограничена буквально часами или днями. Это очень тяжелое нарушение. Откуда это берется? Опять же, это мутационный процесс. Как правило, количественные хромосомные нарушения не повторяются. Чаще всего. Но синдром Дауна, например, лишняя 21 хромосома, она может быть связана с другими механизмами. Эти механизмы гораздо более редки, но о них тоже надо знать. Иногда здоровые родители, чисто внешне, клинические, никаких признаков заболевания, тем более хромосомной патологии, у них нет. Но они являются носителями транслокации. Что такое транслокация? Транслокация – это перенос одного генетического материала или хромосомы на другой, или склеивание двух хромосом. Есть транслокации простые, относительно простые. Все они, конечно, сложные. Робертсоновские транслокации. Есть транслокации рецепрокные, когда кусочки хромосом отрываются одна от другой и приклеиваются или меняются. Робертсоновские – это полностью соединение двух хромосом. Если у здорового человека, неважно, мужчина или женщина, две 21 хромосомы приклеились одна к другой, они не могут разойтись при созревании половых клеток отдельно друг от друга. Они переходят только вместе. И тогда половая клетка несет не одну хромосому из пары, как это в норме, а две. При оплодотворении от партнера получают еще одну 21 хромосомы, и полный набор становится три 21 хромосомы. Эта ситуация тяжелая. Тяжелая она тем, что супруг, который, супруг или супруга, тот, который несет вот эту транслокацию, она сбалансированная транслокация, она не приводит к патологии у человека, но она может быть фатальная в плане потомства. То есть у такой супружеской пары или у такого человека не может быть здоровых детей. Сто процентов детей будут иметь синдром Дауна. Транслокации бывают не только на гомологичные, то есть одинаковые хромосомы 21 на 21. Транслокация может быть и когда приклеивается одна хромосома к паре из другой хромосомы, из другой пары хромосом. Например, 21 приклеивается к 15. Вот такой человек, носитель этой сбалансированной хромосомной транслокации. У него одна здоровая нормальная 15 хромосома, одна здоровая 21 хромосома и одна хромосома, которая приклеена, так мы ее называем, 15 вместе с 21. Поскольку хромосомы определяются цитогенетическим методом и креотип смотрят под микроскопом, хромосомы выглядят как палочки и 46 хромосом, врач-лаборант просто считает под микроскопом, сколько он видит хромосом. В данном случае счет будет такой, 45 хромосом. У здорового человека 45 хромосом, потому что одна хромосома будет представлять склеенную, так называемую двойную хромосому из двух хромосом, 15 из 21. Так вот, в этом случае каждый человек, носитель такой сбалансированной робертсоновской транслокации имеет шанс рождения здорового ребенка, потому что половая клетка может получить по одной 15 и 21 хромосоме. При оплодотворении все будет хорошо, ребенок будет здоров. Если в половую клетку попадет склеенная, так называемая, хромосома 15 и 21, то от партнера также приходит 15 и 21. Ребенок также будет здоров, потому что он будет содержать сбалансированное количество генов, две 15 и две 21. Просто одна хромосома будет склеена, он будет такой же здоровый, как папа или мама, носительная сбалансированная транслокация. Для его детей, конечно, будут сохраняться все те же самые риски. И, наконец, ситуация неблагоприятная, когда в половую клетку переходит несбалансированное количество хромосом, то есть 15 с 21, назовем ее склеенной, еще либо 15, либо 21. В данном случае у ребенка будет либо трисомея по 15 хромосоме, либо трисомея по 21 хромосоме. Трисомея по 21 – это рождение ребенка с синдромом Дауна, трисомея по 15 хромосоме – это более тяжелый случай, и чаще всего такая беременность заканчивается остановкой в развитии. Обязательно я бы, как врач-генетик, рекомендовала супружеским парам, которые только собираются планировать свою репродуктивную жизнь и строить какие-то репродуктивные планы, пройти цитогенетическое обследование. И несмотря на то, что вероятность носительства сбалансированной хромосомной транслокации не так велика, то есть, ну, видимо, не более 5 процентов населения имеют вот такую сбалансированную транслокацию. Тем не менее, чтобы уже знать наверняка, что все хорошо с хромосомами, что мы планируем беременность, что дети у нас, скорее всего, будут здоровые, потому что гарантии, конечно, дать нельзя, у нас в лаборатории, в центре иммунологии репродукции можно пройти это обследование. И, конечно, женщина должна знать не только свою группу крови и резус, но также должна знать свой кариотип. И также мужчинам тоже неплохо знать свой кариотип, потому что, да, и мужчины, и женщины в равной степени могут быть носителями сбалансированной хромосомной транслокации, будучи абсолютно здоровыми. Также у нас в лаборатории можно пройти обследование. Это кариотип с аберрациями. Чаще всего исследование кариотипа с аберрациями назначают тогда, когда уже в семье произошло какое-то печальное событие или неудачная беременность, или замирание беременности, или какие-то аномалии хромосомные. Кариотип с аберрациями показывает не только хромосомный набор, но и риск нарушений различных, которые наряду с нормальными хромосомными клонами дают еще и аномалии. Это может свидетельствовать о каких-то вредных факторах, которые воздействуют на супружескую пару, или какие-то другие риски, которые можно исключить исследованием крови на кариотип именно с аберрациями. В любом случае показания для назначения этого анализа знают врачи-акушеры-гинекологи нашего центра иммунологии и репродукции. А генетик может оценить просто результаты этого обследования. 4% и меньше это считается допустимый процент аберрации хромосом. Аберация значит изменений. Больше 4% это уже повышенный процент и надо уже разбираться в каждом конкретном случае. Как правило, если произошла первая неудача, беременность замерла, то вероятность того, что последующие беременности будут благополучными, она достаточно высока. Тем не менее, даже уже при первой замерзшей беременности, при первой беременности, которая остановилась в развитии, я бы рекомендовала обратиться к акушерам-гинекологам в такую специализированную клинику, которая является центром иммунологии и репродукции, для того чтобы уточнить причины, по которым это произошло. Это не обязательно, что причина будет выявлена, но тем не менее исключить какие-то факторы, которые могут привести повторно к такой неудаче, обязательно надо это сделать. Повести кариотипирование. Есть другие методы генетического обследования, которые назначает врач-аккушер-гинеколог и которые вполне в нашем центре иммунологии и репродукции. Врачи-аккушеры-гинекологи без помощи генетика анализируют, трактуют и знают, как это устранить. Потому что есть генетические факторы предрасположенности, например, к нерасхождению хромосомы, то есть к повышению риска развития анеоплоидии, к которым относится трисомия, в частности синдром Дауна. Это факторы, которые могут приводить к повышенному риску тромбообразования. Это генетические факторы и остановки в развитии беременности только потому, что беременность провоцирует повышенное тромбообразование, склонность к образованию микротромбозов. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что те, кто ответственно относится к планированию рождения детей, они, конечно, должны задуматься над тем, чтобы исключить возможные факторы риска. Можно это в нашем центре иммунологии и репродукции, можно прийти на консультацию к акушеру-гинекологу, в первую очередь. Если есть какие-то вопросы специальные, то врач-аккушер-гинеколог направит генетику. Будем рады вас видеть и пожелаем вам всего хорошего.